Всем привет, друзья! Продолжаем рубрику «Ваши посылки». Сегодня я поделюсь своим мнением от ароматов, которые мне выслала моя зрительница Светлана. Светлана живёт в Феодосии, в Крыму. Вы представляете, как надо было заморочиться Светлане, организовать мне посылку, потратить своё драгоценное время. Вы знаете всю ситуацию, которая происходит и с Крымом, в том числе и между странами нашими. Я не хочу эту тему сейчас затрагивать, это отдельные разговоры, в общем-то, кому он нужен. Вот просто меня трогает, знаете, меня трогает, когда человек, вот он настолько хочет как-то поделиться своими вот маленькими находками, своими ароматами, которые он, может быть, любит, выслать их, да, вот настолько потратить своё время, как я уже сказала. Всё так было классно упаковано. Очень долго ждала эту посылку, месяц практически. Она там какими-то десятыми дорогами, пока ко мне пришла, тем не менее, пришла. Я очень рада. Все эти ароматы я протестировала сегодня, готова поделиться с вами своим мнением. Меня немножко, знаете, так совесть мучает, потому что, ну, похвалить мне эти ароматы не за что. Мне всегда вот неудобно, как-то стыдно перед моими зрителями, которые вот, знаете, от чистого сердца мне высылают что-то в надежде, что мне там понравится. Но, опять же, друзья, мы все разные, у нас разные носы, поэтому нас окружает столько ароматов, столько духов, такой огромный парфюмерный мир. Выбирай, что хочешь, на любой вкус, на любой кошелёк. Вот, ну, эти ароматы, это просто кусочек парфюмерного гардероба отдельного человека, да. Здесь есть, они все как-то немного друг на друга похожи, честно вам скажу. Вот для меня, вот понятно, что у человека есть какой-то определённый вкус, но, к сожалению, с моим вкусом это не совпадает. Поэтому я заранее прошу извинения, да, я извиняюсь, если я как-то обижу вас, это ваши ароматы, Светлана, пожалуйста, не обижайтесь. И все, кто будет смотреть это видео, возможно, это ваши любимые ароматы, и зрители, которые мне высылают парфюмы, если я не хвалю их, это ничего не значит, это просто моё мнение, я не какой-то суперэксперт, я просто человек со своим носом, со своим вкусом, да, и говорю то, что я слышу, то, что я понимаю, и как я это вижу. Это не обязательно должно совпадать, ну, наши мнения должны совпадать. Короче, давайте начнём. Первый аромат, который я протестировала, это был бренд La Perla, и аромат называется Divino. Сейчас я его здесь отыщу. Секундочку, здесь у меня всё просто записано, да, чтобы я не потерялась. Да, вот он. Что я записала? Обычный. Вы знаете, я обо всех этих ароматах могу охарактеризовать их одним словом, обычный. Так и здесь, обычный аромат, хотя есть в нём горечи розы. Розу, как вы знаете, я очень люблю, тем не менее. Многие на фраге слышат клубнику и шампанское, это удивительно, я вообще этого не слышу. Я слышу белые цветы, такие как жасмин, нерали, слышу ваниль и слышу такую розовую розу. Но аромат простой, обыкновенный для молодых, юных девочек, до 20 лет. Вот так вот я вижу. Себе бы не купила. Он в целом приятный, но он простой. Простой, я его не запомню, несмотря на розу, которая здесь заявлена. Вот так, как-то грустненько получилось, но тем не менее. Следующий аромат, который я протестировала, кстати, возлагала на него большие надежды. Аромат, который называется Carvin L'Absolu. Страшный замес, страшный замес и ланг-еланга с туберозой. Ну, это понятно. Как я отношусь к туберозе? Да, очень яркий, желто-цветочный, немного пряничный аромат. Вот пряниками вот он немного отдаёт. Мужу моему вообще категорически не понравился. Я вчера вечером сидела, тестировала. Он сказал, боже, что это такое? Уйди отсюда. Я нанесла один пшик на запястье, и всё. Муж меня просто с кровати вот так вот ногами сталкал. А есть момент лакированной горечи. Аромат настолько яркий, настолько насыщенный. Я думаю, он понравится многим. Здесь сладкая тубероза, здесь очень яркие ланг-еланг. Я такого ещё, наверное, не встречала. Это просто молотом по голове. Просто для меня нет, это слишком. Для меня это просто тумач. Это настолько цветочно-яркий, такой пыльцовый аромат, что я просто задыхаюсь, не душно мне. Но я думаю, многим понравился вот за счёт именно сладкой туберозы и такой яркости. Аромат очень яркий, он очень шлейфовый, заполненный. Ну, один пшик и просто всяком. Не моё, потому что тубероза очень яркий ланг-еланг. Ну, просто капец. Следующий аромат, который называется... Как же он называется-то? Называется он... Джудис Лейбер Топаз. Наверное, так. На фрагрантике, кстати, этот аромат нравится, ну, практически всем, кто его вот пробовал. Он сложный для меня. Какие-то смолы и горящие уды. Вот вы знаете, с флакончика, с вот этого отливанта, достаточно щедрого, да, Светлана прям мне по 10 миликов отвела, это очень щедрый отливант. А с вот этого вот флакона у меня нравится гораздо больше, чем он и раскрылся на моей коже. Дымно, горько, шершаво, бальзамно, терпко, густо, смольно. Интересно, но не моё. На самом деле он очень интересный. Здесь даже какой-то ореховый есть такой оттенок. Он очень шершавый, очень смолистый. Какие-то бензоины, какие-то вот миры, ладаны, всё на куче. Всё это подожгли, всё это дымится, всё это полыхтит. И всё это жёлтое почему-то. Очень яркое, но это просто, это очень ярко. Если вы такое любите, я вообще в целом люблю, но опять же аромат слишком много всего. И дымно, и горько, и шершаво, и бальзамно, и терпко, и густо, и смольно. Ну то есть просто бах, всё в кучу. Но многим на фрагрантике этот аромат очень понравился, поэтому да. Он мне, не сказать, что он мне не понравился, он мне в целом понравился, но я бы чуть-чуть убавила громкость. Или вот забрала бы оттуда что-то, потому что оно вот слишком много всего и сложно. Короче, сложно с ним. Ну очень яркий, это просто, ну это капец. Это очень-очень яркий аромат. Я думаю, в такую промозглую осень будет вот хороший. Следующий аромат, который мне понравился, из этой подборки, вот этот аромат мне очень понравился. Это Йоджи Ямамото. Аромат, который называется Essential. Приятный, цветочный, хороший, интересный аромат. Он такой, знаете, по сравнению с предыдущим, такой умиротворённый, какой-то спокойный, такой интеллигентный. И розочка, и гальбану, и дубовый мох, и липа, и гвоздика, представляете, специя. И даже ромашка. Очень яркая, кстати. В базе зелёный, немного землистый. Я наносила его вечером вот сюда. И утром я слышала дубовый мох вот здесь на своей, вот этой части руки, да? Прекрасно. Ура, ура! Этот аромат мне понравился. Он очень такой политкорректный, несмотря на то, что здесь заявлен дубовый мох. И помимо дубового мха, достаточно яркие вообще ноты, гальбану, липа, гвоздика и ромашка. И ромашка очень яркая, прямо вот эта жёлтая такая вот, как это, пупырка, да? Она прям такая, аж вся такая в пыльце. Тем не менее, аромат такой аристократ. Он очень умеренный. Он такой деловой. Короче, он мне понравился. Ура! Этот аромат мне понравился. Дальше. Дальше у нас, ну, наверное, расскажу об аромате Айсберг Твиз. У меня есть мужская версия этой водички. Это женская, я очень хотела давно с ним познакомиться. Много тоже хвалебных отзывов, всё такое. Но мне не зашло. Почему? Тоже очень такой щедрый отливан. Почему не зашло? А потому что белые цветы, такие как ландыши. Ландыши, это всегда настораживает. И не только меня, кстати. Что я записала? Много белых цветов. Ландыши, белый мускус, альдегиды и капля мёда. Во всём этом многообразии мне вот понравились альдегиды. Но они просто безбожно забиты вот этими ландышами очень яркими. Кто любит ландыши, я думаю, вы знакомы с этим ароматом. И знаете, вот тот момент, как говорят, ложка дегтя испортила бочку мёда. Так здесь наоборот. Ложка мёда испортила вот эту всю композицию лично для меня. Я мёд не всегда перевариваю в аромат. Здесь тот самый случай, когда мёд для меня лично был лишний. Мне здесь понравился белый мускус. Он остаётся в базе на коже. И альдегиды такие чистые, немного мелковатые. Я люблю альдегиды. Но ландыши и вот этот мёд. Нет. Мужская версия этой воды. Мне очень нравится. Я её ношу и даже получаю комплимент. Так. Бодетон. Вот такая миниатюрка. Здесь остаточек. Это Бонетон Пин. Синтетическая роза, друзья. Это просто такая яркая синтетика. Знаете, вот я раньше, когда смотрела других блогеров, они говорили, а это такая там синтетика. Я думаю, что это такая синтетика. Ну вот, когда вдыхаешь Бонетон, ты чётко понимаешь. Вот это синтетика. Это такая прямо, знаете, прямолинейная синтетика. Потому что сейчас, наверное, слушай, рядом одна синтетика. Но здесь это просто, знаете, когда вот снимаешь свитер в темноте, он прям стреляет. Такие огни, знаете. Такой очень такой электризуется. Ну вот сразу понимаешь, что, ну, это очень синтетическая ткань. Так и здесь. Синтетическая роза, фрукты, ваниль. Просто по-девчачьи. Вот для маленьких девочек просто... Просто находка, наверное. Для очень маленьких, наверное, для 15-летних. Вот так бы я сказала. Ничего. Ну вот просто, ну вот ничего. Понимаете? Несмотря опять же на розу. Я не знаю, что это за роза. Синтетическая. Если у вас есть девочка, которая хочет розовые духи, у меня есть племянница. То я думаю, вот этот пинг бенетон отлично подойдет. Не знаю. Это очень по-девчачьему. Я знаю людей, которые любят девчачий аромат. Я сама такая. Я очень, например, люблю, и вы это знаете, Бритни Спирс Фэнтези. Для меня это безумно девчачий. Просто девочковый даже аромат. Я его вообще советую девочкам-подросткам. Многие мне говорили, ой, фу, это такой дешманский аромат. Я его люблю. Поэтому, если вы любите вот этот пинг бенетон, любите и носите точно так же, как я люблю и ношу Бритни Спирс Фэнтези. Но в данном случае вот это аромат нет. Это нет. Так, и осталось у нас два аромата от Дженни Глоу. Я уже однажды тестировала. Кстати, тоже от Светланы, только из Украины. Некоторые ароматы от Дженни Глоу, они мне вообще не понравились. Почему? Потому что звучат достаточно дешево. Хотя, многие эти ароматы хвалят. Их нет на фрагранчике этого бренда. Вообще нет ни на фрагранчике. Этот бренд представлен у нас на сайте Nutino. И также в Инстаграме многие, очень многие блогеры сравнивают эти ароматы с Джо Малонами. Но если Джо Малоны пахнут точно так же, то я просто не понимаю, за что такие деньги. Этим еще простительно. Эти ароматы очень-очень бюджетны. Дженни Глоу, поэтому им можно простить вот эту дешевизну. Я не знаю, как обстоят дела с Джо Малонами, но если это клон Джо Малонов, то это совсем печально, конечно. Первый аромат от Дженни Глоу это колонь. Это стандартный одеколон, такой мужской, горьковато-лавандовый. Лавандовый одеколон, это я читаю, что записала, с горстью мускатного ореха и горьких цитрусов. Нет. Вот если существует дедушкин одеколон, то это он. Очень такой дешевый. Просто вот дешевый, понимаете? Отлично на мое вот ощущение. Есть ароматы дешевые, да, по стоимости, то есть цена у них дешевая, а звучат они нормально. А здесь нет. Не знаю, может быть я ошибаюсь, потому что, знаете, вот всегда полезно устраивать рубрику, я ее устраиваю, и даже со зрителями, которые называются «Слепые за тесты», там вот как-то можно непревзято, да, рассказать даже о самом-самом дешевом аромате. То есть тут уже как бы только рассчитываешь на свой нос, а здесь еще название, но нет. Для меня это звучит дешево, тоже синтетика, ничего оригинального. Так, и последний, который Светлана выслала мне в полноценном флаконе, тоже Дженни Глоу, аромат, который называется «Амбер». На него я возлагала большие надежды, я думаю, и Светлана тоже, потому что, ну, амбра, да. Кстати, флакончики у них достаточно добротные. Я бы не сказала, что это какое-то дешевое стекло, ни в коем случае. Стекло достаточно толстое. И даже крышка приличная, несмотря на то, что это пластик, она очень хорошо сделана. Здесь выгравирована Дженни Глоу, тут тоже Дженни Глоу. О, здесь очень хороший поливилизатор. Добротные флаконы. Вот прямо, это прямо браво-брависсимо, потому что обычно такие вот бренды бюджетные не заморачиваются, да, насчет качества стекла и так дальше. Здесь немного криво, конечно, наклеено на клей. Но сам флакон достаточно приятно держать в руке. Он очень лаконичный, я такой люблю. Посмотрите, какое толстое стекло. Вот. Что касается аромата, он уже, конечно, получше, чем предыдущий. Но все равно он такой горько-одеколонистый. Он очень одеколонит. За свои деньги я бы не купила, несмотря на то, что он стоит копейки. Не знаю, девочки и мальчики. Потому что многие мне, кстати, мои зрители писали еще раньше в комментариях, Ирина, попробуйте ароматы Дженни Глоу. Нет. Это то, что мне не нравится. Вот не знаю. Простите меня, пожалуйста. Мне очень стыдно. Мне всегда очень стыдно, когда я ругаю ароматы, которые нравятся вам. Ну, что я могу поделать? Ну, я же как-то терплю, когда вы ругаете мои Шанели. Ну, как-то же я терплю. Все говорят, твои Шанели какие-то бабские. Или уже надо давно перешагнуть через Шанели. А я вот люблю их. Аромат в целом получше, чем предыдущий, как я уже сказала. Он очень одеколонистый. Очень. В любом случае, Светлана, я вам очень благодарна, что вы познакомили меня с этими ароматами. Я очень хотела познакомиться с Айсберг Твиз. Мне очень понравился Йоджи Ямамото. И даже те ароматы, которые мне не понравились, это мой парфюмерный опыт благодаря вам. Это бесценно. И те затраты, то время и ресурсы, которые вы затратили на то, чтобы отправить на эту посылку, это очень ценно. Очень. Я, кстати, показывала в Инстаграме эту посылку, которая ко мне пришла из Крыма. Там было очень много откликов от моих зрителей в Инстаграме, от моих читателей. Тоже у всех был шок. Поэтому это безумно приятно. Друзья, если наши мнения не совпали, буду рада обсудить это в комментариях. Всем пока. Спасибо за просмотр.